Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс и мы отправляемся на рейд базы выживших с аккаунтом Михалыч. Сразу посмотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6 топоров железных и как бы 5 топоров простых перволевельных. Так для оружия у меня будет это М16 полностью модернизировано, мы ее не достреляли на прошлом рейде и на всякий случай возьмем ВСС. Также есть у нас бронь и качестве воды, еды, но я так понимаю только голод восстанавливает эти сахарные черепа, потому что сахарок он как бы не сильно жажду восстанавливает. Давайте возьмем пару бутылочек крепкого алкоголя, но может быть и крепкий алкоголь когда-то нам послужит хорошим, хорошим жаждаутоляющим. Итак, завершите задание рейдеров, мы нажали, поговорим когда вернемся, удачи, мне рейдеры пожелали удачи, надеюсь вы тоже мне пожелали удачи и мы сейчас отправляемся на глобал карту, конечно же бдить, лицезрить, что мы можем здесь увидеть. Итак, лори, база лори, что-то мне припоминается с одним ником, надеюсь это база не с одним ящиком, но мы туда отправляемся, чтобы попробовать все-таки найти что-то очень хорошенькое. Итак, еще утолили просто 100% жажду и ждем входа в базу лори. Я думаю, что рейд должен быть замечательным, хотя с другой стороны в последнее время базы попадаются не особо крутые и это может быть одна из таких базов. Вот, приехали мы, сразу максимально видим, что здесь все застроено деревянными второго левела стенами. Понимаю, что где-то нужно искать что-то покруче, то есть может быть где-то из каменной стены, именно в каменной стене всегда прячут хороший лутец. Так, велком коврик и блин, я вижу простую перволевельную стена, которую пожалуй мы отзарубимся, тем более у меня имеются перволевельные топоры. О, вот так-то, уже можно как бы немножечко судить о базе, что за ней мы можем найти. Надеюсь, сейчас будет рубиться, да, рубится стенка и этот водосборник может быть будет использован как какой-то барьер в преграде для зомби. Также я вижу, что здесь немало важно то, что есть куча всяких станков, но пол каменный. А база по кругу деревянная. О, нормально, нереально. Мы нашли первое место, где находятся ящики. Наверное, не остановлюсь и сразу зарублюсь дальше. Посмотрим, что у нас по топорам. Топоров пока что хватает. Есть. Все-таки не останавливает этот барьерчик. Ага. Ну вот, в принципе, здесь все, что нужно для райда. И вольерчик, то есть с помощью которого мы с легкостью будем троллить нашего громелидза. И как бы ящики, которые, я так понимаю, что без особых проблем мы сейчас залутаем. Так. Крафтил броню и заметил, что нужны для того, чтобы скрафтить ботинки простые военные веревки. Поэтому, блин, нужно будет пофармить сегодня веревок. Ну, если найдем на этой базе хоть какие-то веревки, обязательно их возьмем. Так. Первый ящик. И посмотрим, что же может внутри быть вот такого вот ящика. О, нормально. Нормально, нереально. Только заговорили о броне, и тут сразу кожа. Гвозди на топоры. Уголек для приготовления пищи. Давайте карточки сержанта возьмем. И карточки. И вот говорят, зачем ты берешь кучу карточек сержанта, мужик? Ты же, блин. Они такие фуфлемицинные. И как бы они не особо нужны тебе. Они так легко добываются. Ну, ребят, ну, все равно легко-нелегко. Если просто их игнорировать, то они очень быстро закончатся. И это халява, которой нужно пользоваться всегда и везде. А я как бы люблю халяву. Ну, я думаю, вы тоже не откажетесь от халявных восьми карточек. Даже если они сержанта. Так. Почему-то только по одному толстяку приходят. С чем связано, не знаю. Так. Ну, а мы рубим третий ящик. И пробуем, конечно же, насладиться лутом. Ну, насладиться лутом не особо получается. В связи с тем, что у нас как бы не особо крутой лут. Тогда можно бухнуть крепко алкоголь. И запустить это сахарными черепами. Отлично, кстати, сахарные черепа утоляет жажду. Ой, голод, ребят, царямба. Получается, что голод они утоляют. А вот жажду совсем нет. Стальные, железные пластины. Отличный способ сделать броню. Простую военную броню. Я так понимаю, что 63 шума. И нужно не забыть посетить, конечно же, посетить наш чоппер. И в чоппер выложить, естественно, что-то, что уже поедет с нами домой. Несмотря на то, что рейд еще только начинается. Три сишки сразу же поедут с нами домой. Ну, то есть, однозначно, они должны посетить дом. И вот эти дубовые досточки. Дальше посмотрим, что будет. Может быть, конечно, лут изменится. Может быть, даже мы сольемся об колье. А может быть, и просто так вот уйдем. Не глядя ни на что. Кольеве, блин, не вижу на этой базе. Это единственный минус пока что. Минус небольшой, но есть. Так, что мы тут видели? Ага, железо. Железные слитки всегда и везде, как говорится, были хорошим лутцом. И я понимаю, что добыча железа не так уж и тяжела. Но всегда хотелось, как говорится, не фармить. А вот так вот на халяву принести с собой сразу несколько стеков железа. Клей. Клей это как бы редкая штука. Клей редкий. На локациях не особо редкий, но тем не менее он имеет какую-то редкость. Может быть и правда оставить одного зомби. Я знаю, что я сделаю. Так, идите сюда по одному, ребят. Смотрите, опять один толстяк только прибежал. Токсический толстяк только один прибежал. Вот это прикол. На этой базе мы не видели никого. Полстяка в вали. А бегуна мы закроем в вольере. На всякий случай, может быть, когда-то он нам пригодится. Так, держи, живи пока в вольере. Если ничего мы не придумаем, то уедем. А если найдем какой-то лут, ради которого вернуться стоило бы на эту базу, то, конечно же, воспользуемся твоими услугами, сольемся. И, естественно, приедем к себе на базу. Ключи. Я все-таки верю, что когда-то ключи будут очень-таки нужны нам в жизни, в крафте, в выживании. Помогут нам когда-то очень сильно. Ну, могли бы вы тоже сказать, что, Михалыч, ты же любишь халяву. Обязательно должен пойти на базу, вернуться назад, однозначно слиться. Ну, может быть, именно так я и сделаю. Может быть, сейчас, не может быть, а точно, сейчас мы, наверное, сольемся. Зомбятка у нас вот ждет зомби. С легкостью сольет. Шум пока не максимальный. Вернемся сюда. Мы, я думаю, найдем, что можно взять лишнего. Плюс четыре клеточки. Здесь все у нас есть. Давайте сразу же шмот. Шмотик наш разденем, чтобы наш зомби не особо побил прочность нашей брони. Вот так вот это все красиво сделаем. Разденемся. И теперь барышня голая, практически голая, идет и нападает на бегуна. А бегун рад стараться, ребят. Он бьет женщину, не знает, что с ней делать. Он ее бьет. Всего лишь бьет. Ну, это так, ребят. Это жизнь. Кто-то знает, что делать, а кто-то не знает. Ждем, пока он сольет нас. Выложим все в ближайший ящик. И вернемся на базу однозначно. Вас убил бегун. Вы прожили один день ровно. Успел, ребят, я вернуться на базу, выжившего второй раз. Немножечко, я так понимаю, повысился шум. И теперь мы идем за своим лутом. Зомбяшка, которая не знает, что делать с блондинкой, полуголой. Сейчас отхватит от нее уже звездюлей. То есть, от нас. От нас в рукопашке сейчас отмудохаем нашего зомбяшку. Не вообще не напрягаясь, как говорится, не нагибаясь. Забираем все, что награблено непосильным трудом. Обязательно сейчас найдем свою броньку. В каком ящике мы ее выложили. О, ребят, это проблема, это проблема. В каком ящике можно было выложить бронь? Вот. Вот она на рулю намотана. Кожица. И я так понимаю, что пора все-таки посетить наш чоппер еще раз. Несмотря на то, что мы уже как бы вылаживали все в чоппер. Мы только что слились. Попали на свою базу после того, как нажали воскреснуть. И, естественно, выложили все, что было в чоппере у нас на базе. Теперь же мы повторно возвращаемся на эту базу. И выложим еще дополнительные ресурсики, которые сильно нам помогут в выживании. Халяву любят все. И Михалыч тоже в том числе. Получается, что можно забить еще больше железа. Посмотрим, что у нас по шуму. Ящик этот позволяет себя разбить и даже громилу не потревожить. Кожа как бы можно было, но нет. Не сейчас. Подкинули сахарных черепов пацану. О, это что? Еще один ящик. Там еще один ящик есть. Который уже непременно вызовет громилу. Так, что мы здесь? Ключ. Ключ от камеры. Почему бы и нет, ребят? Почему бы и нет? Железа, в принципе, уже нету. Ну, алюминиевая пластина. Я думаю, очень хорошая будет штучка для того, чтобы поделиться с рейдерами. И вот транзисторы, подшипники, болты. Почему бы и нет? Еще раз повторимся. Но, если честно, то транзисторы, подшипники, это хорошо. А вот доски, доски еще лучше. Доски мне нужны для крафта топоров. Я беру именно то, в чем нуждаюсь. Лутаем последний ящик. 100% шума сейчас. Ах ты ж, сутулая собака. То есть, получается... Он что, рубил стенку, что ли? Да что ж такое? Он стеночку лутал, ребят. Ну, ничего. Сейчас громила уже идет. Зеленые талоны тоже не помешают нам. Когда-то они нам понадобятся. Непременно понадобятся. Так, смотрим. Не все забрали? Все? До свидания, ребят. Нет, нет, нет. Не надо прощаться. Не надо мне уговаривать. Оставаться я не буду с вами на чай. И как бы на коня тоже пить не буду. Я просто ухожу, не попрощавшись по-английски. А вот теперь, пожалуй, займемся тем более важным делеха с рейдерами. Сейчас хотелось бы алюминиевой пластиной похвастаться с рейдерами. Или попробовать ключ им предложить. Также карты сержанта. Мне интересно, как будут влиять на вариант ответа. Насколько удовлетворительны будут эти карточки для нашего граммилиона. Оуу. Для нашего рейдеросика. Или рейдера. Так, рейдеры. Херандок. Похоже на правду. Да, похоже вам. Все, что не положив, все будет похоже на правду. Главное, чтоб на дно. Что вам положить? Давайте какой-то мусор с базы возьмем. Я думаю, именно мусор в данный момент будет им тоже удовлетворительно. Узор ядерный. Держите, пацаны. Это шутка. Ну, я понял. Понял. Вопросов нет. Вот тесак у меня есть. Отличное оружие. Будете колбасу нарезать. О, вот нормально, нереально. Нажимаем поделиться. И по рукам приятели. И с вами тоже было приятно иметь дело. Пока. Надеюсь, ребят, вам понравилось это видео. И вы оцените его, поставив палец вверх. Также, если не подписались заранее на этот канал, на мой, обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. Буду стараться снимать много-много рейдов и еще больше интересных видосов. Всем пока-пока. Удачи. Пишите комментарии. И обязательно увидимся в следующих видосах.